Ну давайте посмотрим. Если самку отверг родной отец. Что произошло? Даня и Юля начали целоваться на камеру. Стали известные первые участники нового сезона звезд в Африке. Блять, наконец-то. Тиктокер сработал кучу денег на разбивание бутылок, а Гаврильну обвинили в звездной болезни. Да ты чё, блять. Всем привет, это канал ОКБЛОК. Всем привет, это дети. Сводки нов... Удобнее и погнали. В школу? Егор Крит начал день с просмотра сводки новостей и открыл... Сводки начал, да, блять? Рейтинг доверия среди молодёжи. Зацепил его заголовок не просто так. В списке он занял первое место. Сведом расположились хоккеист Александр Овечкин, актёр... Среди подростков Овечкин? Не, ну... Овечкину 100% респект. Ну просто, блять, среди подростков Овечкин. Петров. Петров среди подростков? Угу. Угу. Клава Кока, Настя Ивлеева, Алексей Немов и Ольга... Кто Алексей Немов, блять? Ольга Бузова, доверие среди подростков? Бузова. Местами... Интересно, а кто-то сам придумал этот топ? Интересно, блять. Здесь очень странный подбор персонажей. Интересно, по каким показателям это всё рассчитывается? Какой нахуй Петров, блять? Кому нахуй нужен Петров, блять? Не следит за ними, Максим... Никому нахуй, ну, как будто это... Ну, в смысле... Я о том говорю, как... Ну, с хуя ли подросткам нужен Петров? Он хоть в молодёжных сериалах снимается? Нет, блять. Ну, типа там, полицейские срублёвки, этот калечный, блять, наверное, там, блять. Ну, это было-то когда-то. И как можно на этом основании доверять? Егор же решил провести прямой опрос в комментах, доверяет ли ему, на что получил ответ, что да. Кто-то в нём уверен больше, чем в родителях, а девушке ниже комфортит от Фрида наравне с прокладками. Ну, конечно, они-то будут доверять. А он тоже напишет, ребят, мне доверяйте, они все... Конечно, доверяем, блять, они всегда всем... Назначен успех, блять, декад, за похуй, мне никто не доверяет. Огромная часть аудитории Даши Дошек подумала, что её взломали в ТикТоке. Когда она опубликовала вот такой ролик с призывом, переходите по ссылке в описании. Можно предположить, что это развод, но на самом деле так она решила пропиарить свой профиль в новой соцсети Трэц. Сейчас все про неё жужжат, но если кто не в курсе, рассказываю. Трэц создала команда Марка Цукерберга на базе Инсты. А, слышал, слышал. То есть регаться повторно не нужно... Это типа Твиттер второй, да? ...садать согласие на использование сервиса. Хуйня. Блять, вообще, кому нахуй нужен Твиттер и ему подобный, блять? Кто сидит в Твиттере, я вообще не понимаю, блять. Наподобие Твиттера куча текстовых сообщений. Ой, блять, как хорошо нахуй. Ну когда уже пора уже новый Фейсбук, ещё один создать. Паяться ветками. А Тамблер, Тамблер будет у нас? Так как поднимем. Ну Твиттер это же есть, Тамблер, по идее, это просто... ...можно вести диалоги на поднятую тему. Основная вкладка чем... ...мощно, блять. ...напоминает смесь телеги и рекомендации ТикТока, тебе показывают не только людей, на которых есть подписка, а вообще всех по интересам. Пока что никто не понимает, что происходит, каждый пытается разобраться. Не, ну если эта хуйня начнёт залетать, как ТикТок, я не упущу возможности отвечать. Больше как с ТикТоком я не проебусь, короче. Когда все будут форсить это, все там снимать, а я буду такой, не, я, пожалуй, блять, это не моё. Не, 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 блять. Если эта хуявина начнёт взлетать так жёстко, блять, я один из первых там буду. А пока это хуйня собачья. ...больше. И это, кстати, может трои отцы погубить, ведь нет объяснения, зачем нужна ещё одна соцсеть без каких-либо новых фишек. А в этот, как его? Как это приложение было же популярное, блять, как его? С голосовыми, помните? Блять, я уже забыл. Вот настолько интересное приложение было, что я один раз туда заходил и больше не помнил до сегодняшнего дня. Клаб-шоу, блять. Нет, клаб-хаус, да? Клаб-шоу, это же выступление, блять. Клаб-хаус, нахуй, блять. Там больше 50 миллионов установок. Опа, там тоже говорили, пиздец, срочно все регаемся там, это просто мощь. ...за сутки, но пока это лишь вирусный эффект. Пока это хуйня, короче. Вот что я хотел сказать. Может, кто помнит в прошлом году так... О, блять, это же у Руслана Усачева украли, нахуй. Это лишь вирусный эффект, всем хочется попасть. Блять, это же у оформления Руслана Усачева, блять. Вот же, вот же, пора валить. Видели у него? Блять, я вас сейчас найду даже, нахуй. У него роликах, по-моему, еще оформление это. Блять, украли, прикиньте? Сука. Да там один в один, ну если я не ошибаюсь. Блять, в шапке канала нету. Пам, пам. Запрет на импорт Samsung. А где, блять? Очередное дело Навального и революция в Японии. Привет, я Руслан Усачев. Во, 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 во! ВО! Дело Навального и революция в Японии. Вот сейчас графика будет, смотрите. Привет, я Руслан Усачев. И сегодня мы поговорим о... Блять, ну здесь криво, короче. У него тоже такие надписи, короче. Я видел, помню ролик. Это ему Артемий Лебедев сделал, короче. Я видел ролик, и это прям один в один Оформление, блядь, взяли, украли, нахуй Кто помнит, в прошлом году Так же было с Клабхаусом, но потом Они быстро сдулись В любом случае останется, но пока ощущение Что по крайней мере в России Пока ощущение, что это хуйня собачья Просто ненужная, абсолютно мусорная Но если будет популярной, я там буду, ребят Ну а так мусорная хуйня Все работает опять же через VPN И это доставляет кучу неудобств Через жопу все работает, вот что я хотел сказать Там даже VPN не спасают Телеканал ТНТ больше недели ведет съемки Второго сезона новых звезд в Африке Блядь, как же интересно, это реально прям Этихмонку начинает подогревать к нему Интерес зрителей Начали с представления пяти первых Участников, ими стали Блогер Женя Ершов Александр Пташинчук Кто, блядь Кто, блядь А также певет Влад Топалов Кто, а Что-то знаком, блядь, ну пока что Ребят, это лучший сезон, блядь Иса Юлия Топальницкая Кто, блядь, блядь, пока лучший сезон Состав по-доброму Пока это, блядь, звучит как просто, блядь, хитно Более взрослую аудиторию Почитал разные мнения Пишут, что это лучше, чем было в прошлом сезоне Хочется еще увидеть кого-то медийного И среди молодежи Че, охуела, а вот эти прошлые, которые были не медийные Для тебя, что ли? Например, Даника из Лиги, про которого идут слухи, что он туда уехал Также в СМИ гуляют имена Дениса Кукаяки и Савы Мерлоу, но пруфов пока никаких нет Кинокомпания Warner Brothers готовится к премьере в декабре этого года нового фильма Про историю становления Вилли Вонки Хуйня Самые культовые франшизы с Джонни Деппом, но сейчас главную роль Ну не в смысле вот этот фильм хуйня, я говорю о том, который выйдет хуйня Сто процентов, миллион процентов На презентации показали логотип, который вызвал кучу шуток в русскоязычном Самые нормальные, короче, приквелы Приквел же, да, этого считается Ну, тут же сказали до, до событий этих, да, становления, значит, приквел, да, считается Я же правильно сказал Я просто говорю о том, что лучшие приквелы Единственные приквелы, которые вы можете смотреть Это в том случае, если сценарий писался и первого фильма, и одновременно второго Понимаете, о чем я, блять? Только как, ну не знаю, что еще из приквела взять Лучше звоните Соло О, как хорошо, хороший пример Когда писали лучше звоните Соло Ой, когда писали Breaking Bad, да, тогда уже была идея Вот можно посмотреть интервью, короче, чуваков, которые снимали Breaking Bad И когда только у них адвокат этот появился У них буквально там через полгодика пришла идея про него сразу сериал Это уже еще в первом сезоне, поняли? Вот в этом случае можно смотреть, блять А так, что у них прошло куча лень Такие, бля, там же, понимаешь, у нас франшиза была популярна Ой, перезапустим, хуйня Говно Даже не пойду смотреть Кстати, да, жопка Зато они получают для проекта бесплатную рекламу Хоббит, да хоббит хуйня, короче Не знаю, ребят, короче Смотрел, пытался смотреть Хоббита Три, по-моему, раза Это очень плохо Я прямо охуел Я причем боюсь это говорить Потому что, блять, у него фанатов Или Властелин колец Я перепутал Я, короче, ни то и ни то не смотрел Но вот Хоббит, это просто хуйня Ну, ребят, мое мнение Не подумайте Блять Это очень плохо Это очень душно, короче Пиздец, просто ПОХУЙ! Я уже устал Я сериал ни разу не видел Он меня уже заебал Ой, блять, уже звучит как хуйня Пиздец, просто Ребят, токсичность, токсичность Под конец дня Я знаю, знаю Каролина, знаю, знаю про это Решаем вопрос Новых персонажей тоже не показали Надеюсь, что финальные серии сняли добротно А не лишь бы закончить Не хочется портить впечатление Да, конечно, добротно Прям, блять Идея про то, как пытаются подростки понять Все, типа, что-то там про секс Блять, очень интересно Когда идут, ничего не меняется Все пытаются залезть в музыку И стать популярными исполнителями Раньше такого не было Хорошо, что сейчас так Кое желание появилось и у стримершей Генсухи Наташа долго вынашивала идею собственного трека Демку, которого наконец-то показала Во время недавнего... Ну, чем бы дитя не тешилось, правильно? Пока Я знаю, что небо вошел Иногда, но я как-то держусь Меня ждут те же корабли и гости Меня земель за мной Готовь... Свежий материал и стол Хорошо, хорошо, ждем релиза А у него для вдохновения сейчас идеальная ситуация Мы над припевом, над дропом постарались очень сильно Ура-па-па-па-па-па-па-па-па-па Ура-па-па-па-па-па-па-па-па Хорош припев Как говорят многие артисты, песни круто создаются в состоянии, когда тебе очень плохо, либо когда очень... Ой, блядь, да они пиздят, нахуй Не слушайте эту хуйню, блядь Сидят и себя строят, блядь, великих, нахуй, творцов, блядь Я написал это Да, бывают такие песни, реально такие песни бывают, короче Когда ты прям на эмоциях пишешь каких-либо, да Но это ничтожно редко бывает, блядь Обычно это машинальная, скучная работа, над которой ты паришься, блядь Сидишь, дрочишь, блядь, один звук по 50 раз, нахуй У Саши сейчас больше первая ситуация После полностью развалившихся планов на жизнь и за расставание с Карнавал Поэтому будет еще куча ссылок на любовные массивы Соболезную, Санек, но радость свою скрыть тоже не могу, ты должен меня понять Отличная песня, Санек Те, кто часто листает рекомендации ТикТока Наверняка хотя бы раз видели подобные видосы Конечно видел, да, я видел Уже надо стрим заканчивать, уже ебало не вяжут Ок, блогер, я вот говорю, как с графом познакомился Я просто, у меня в лексикон вошло слово теплый Но не могу просто не применить его прямо сейчас Здесь теплый, нахуй Ты реально думаешь, что для контента многие снимают? Только самое популярное В русскоязычных странах монетизация не работает, а вот в США с этим все отлично Один из таких блогеров-разбивающиков раскрыл цифры и только с видоса набравшего 295 Чё там, за просмотры платят? Миллионов Как это? В ТикТоке платят за просмотры, блядь? ...почти 300 тысяч долларов Это по нынешнему курсу 27 миллионов Я не знал Ну понятно, у нас в России нет такого, да, вообще, типа, даже приблизительно Блядь, там есть, конечно, еще комиссия, нужно заплатить налоги, но цифра все равно... Блядь, как круто, нахуй, это же просто имба, это же сколько Ебать Блядь, чуваки, вы даже не представляете, какая это имба А давно это появилось, блядь? Раньше не было, я помню, ну годика два, да, назад Такой хуйни не было, точно, блядь ...пушительное И все это сделано лишь... А, всегда платили, но не нам Блядь, нихуя себе Ха-ха-ха Понял, понял На глупых коротких видосах Блядь, это мощный пизде... А, недавно появилось, да, все-таки? Блядь, ну это пиздец Давным-давно пора было Инстасамка прошла психологический сеанс в шоу-сессии с Дмитрием Дебровым Блядь, а хули вы молчите, нахуй? Хули вы сидите всем своим ебаным чатом и молчите? Посмотрите на себя, блядь, на ебло свое поганое, блядь Посмотри, посмотри, блядь Паганцы, нахуй И вы сидели все это время, молчали, что есть такой ролик, блядь? Ну, пиздец, ребята, уже конец стрима, блядь Ну не буду я, получается, смотреть, блядь, из-за вас, нахуй Подробно разобрали ее ранее эпатажное творчество, которое возникло из-за проблем в семье Блядь, сука Плохим отношением между родителями и другими подростковыми законами Мы не знали, да конечно вы не знали, блядь, вы специально молчали, я уверен, блядь Сейчас их Даша постепенно прорабатывает Я чую пиздеж от вас, ребят, не обижайтесь И поэтому есть такие большие изменения в образе Но одной из главных болевых точек по-прежнему остается родной отец, который ее отверг Самка после хайповых историй с зеленкой, визажистами и курьерами получила хейт не только в интернете Критика прилетела и от родственников, что для отца было возмутительно И он в тот момент наговорил дочке много чего плохого, хотя она ему до сих пор благодарна Есть такие вещи, которые я не прощаю И случились такие вещи Если бы он попросил когда-нибудь у меня помощи финансовой Я бы отдала бы столько, сколько бы он попросил Если бы мне предложили встретиться с ним, или он бы мне предложил встретиться с ним Я бы, наверное, не встречалась Ну не знаю, короче, смотря что он ей договорил Да, естественно, насколько он выбирает слова, конечно, когда такое говорил Но если бы я такую же, ну вот я говорю по себе, говорю Ну, мне так кажется, наверное, так и будет, блядь Если бы я, типа, такой же хуйней занимался с порнухой, зеленкой, вот это все, визажисты Ну вот такой же хуйней устроил, мне бы тоже мать сказала Ты что, конченый, блядь, это же просто позорище, блядь Что прозвучали Сто процентов, миллион процентов, блядь Любой адекватный родитель бы сказал, ты конченый, чем ты нахуй занимаешься, блядь Я хочу ребенком своим гордиться, правильно же, чтобы что-то интересное, весомое было А не на работе сидеть, а это у тебя, блядь, дочка ебется сейчас в интернете, блядь Или зеленкой там Его тоже можно понять, ну, смотри, какие слова выбирай, конечно Даня и Юля начинают понемногу раскрываться и появляться вместе Блядь, а мне понемногу, похуй Камерой Но делают это, опять же, с небольшим секретиком, чтобы не сбавлять к себе интерес Их подписчики Там 8 минут, нет, все, мы смотрим ок блогер, я иду спать, у меня уже ебало не вяжут, ребят, контент не выдуман Роликовали отчасти, когда Милохин прям в ролике поцеловал любимую практически в губы Блядь После они еще сняли небольшой юмористический обзор на вещи, где руками в кадре выступала Юля Здорово, блядь И это точно она, что можно понять по отличительному маникюру Мне точно похуй Гаврильну тут еще параллельно обвинили в звездной болезни, а сделал это известный комик Илья Соболев Опа Вместе с детьми, которые фанатеют от шпульки, он посетил недавний ВК-фест в Питере Отстоял с ними очередь за автографами и получил заветную фотку Но все равно остался недоволен, так как тиктокерша отказалась расписаться девочкам на майках из-за маленького количества времени Илья только спустя неделю назвал ее Ну это не круто, блядь, это действительно не круто, блядь Не знаю, Юля, я, конечно, ну ладно, я хочу показаться круче, чем ты своим рассказом Но я вот на ВК-фесте, да, когда единственный раз автограф-сессию согласился стоять, я в обморок падал, блядь, настолько долго стоял Мне сказали, 40 минут стоять там, я 3,5 часа стоял, блядь Посоветовал, если некогда, идти пить пиво на лавке Что? Что интересно, блядь Ее звездным пшиком и посоветовал Когда все эти пшики поймут, что быть звездой значит расписываться на майке детям, если они очень просят А если тебе некогда, тогда пиздуй на лавочку пить пиво Ну что-то немножко жестко отреагировал, конечно, неадекватно Если некогда, идти пить пиво на лавке Мнения аудитории разделились, но большинство встали на сторону Юли На мероприятии под фотосеты выделялось всего по полчаса, где-то блогерам удавалось простоять час И это крайне мало, учитывая количество желающих получить хотя бы ссылки Конечно, конечно, это невозможно, ты можешь стоять там в вечность Я вам серьезно говорю, на этих фестивалях ты стоишь в вечность Вечность просто, блядь, потому что это не заканчивается Еще есть ощущение, у меня было тогда, когда я автограф-сессию единственную давал Ну это кринжовенько даже немножко было моментами Ну короче, я поймался на мысли, что некоторые люди даже, наверное, не знают, кто я такой, блядь Они просто стоят, потому что надо стоять в очереди, блядь, это странно Я в Немашке Да, нет, прости, ну там жестко было Я вам рассказывал про этот вид фест, это было очень жестко Там с организацией очень сильно подкачали Помимо того, что... ну я в обморок падал не потому, что я там долго стоял Потому что у меня, ну, у меня со здоровьем, короче, проблемы были Я там стоял, короче, но я не помню, точно больше двух часов автографы раздавал А потом пришел мой менеджер, короче, с охраной меня забирать оттуда Меня забрали, короче, я не знаю, рассказывал, нет, блядь И там давка началась, там, ну я... Вообще, блядь, там долго рассказывать До этого момента я вообще не понимал, короче, поняли У меня просмотры были какие-то, уже нормальные такие Ну, чуть-чуть ощутимые там, по лямчику Нет, ну, да хуя слишком, блядь Ну, короче, 600 в среднем, так скажем, да, по ощущению говорю 600 плюс тысяч просмотров в среднем у меня были Но я не особо, короче, осознавал, поняли, медийность, типа, свою Реально не выкупал Я думал, я все равно на нижнем интернете, типа И когда мне это Витфейс рассказывал, да? Ну, сейчас я расскажу, кто не в курсе На Витфейс это притащились, охуня Вот стоял автограф-сессию Нихуёво было очень сильно Меня начали утаскивать И дети просто такие Даня, куда? Я такой, блядь, что? Типа, какого хуя? Я думал, что я просто для прикола стою Влог был, да, оттуда? Ну, короче, да, может быть найдете влог, короче, блядь Эти дети ёбаные побежали, короче, в мою сторону Роняя ограды, блядь, падая, короче, блядь С лестниц там просто ужас начался Мы побежали, от них меня охрана под руки Вот так вот, блядь, как собачонку несут, блядь Безострёмно, короче, было Я вбегаю в этот, нахуй, в лаунж-зону И они, ну, там забор такой, знаете, смастерированный, блядь Из ромбиков, знаете, плеть такая И они, короче, к этому забору И забор просто так И наклонился, нахуй Вот это было страшно До этого момента, отвечая, никогда такого не видел Никогда, ну, то есть Для меня тогда был очень знаковый, короче, поняли момент Я прям охуел всего Ну, я без воебона говорю, просто говорю, что Типа, вот организация, вот, да, к чему я подвожу Организация на таких, короче, фестивалях Особенно с, вот этой, автограф-сессией и так далее Ее нормально ты так и не сделаешь Потому что желающих Желающих останется еще много, все будут недовольны, короче Звони были эгоистичны, так как такое затронуло именно его дочь А что вы пьете зомби? Не, ну, главное, что, надеюсь, что там никто не пострадал сильно, да? Я слышал, что там были какие-то случаи Ну, ладно, не буду про них говорить Ну, так сильно никто не пострадал, вот И после этого могу сказать, что весело было Я, конечно, охуел Я прям такой дикой матери потом начал сообщения писать Говорю, прикинь, бля, я какой крутой нахуй, реально На ожидании остальных ему было влевать И раз уж он позволил себе оскорблять человека в публичном пространстве Нужно при ошибке иметь мужество извиниться перед Юлей Ой, какие новости охуенные Дай бог тебе здоровья, бля Договор подписан Хочу признаться, запи...